Здравствуйте! Это очередной рассказ о корпорациях, которые изменили этот мир. И сегодня я, Мать Эвхелидзе, и мой коллега, экономический обозреватель Алексей Бобровский, расскажем вам о компании Google. Компания Google – это, безусловно, пример того, как нужно делать бизнес в высокотехнологическом секторе. Это один из лидеров сектора интернет-компаний, одна из самых привлекательных бумаг индекса NASDAQ. Ну и компания, капитализация которой 177 миллиардов долларов – это больше, чем у некоторых американских промышленных предприятий США. Семья Бринов переехала из России в США в 79-м. Тогда будущему миллиардеру было всего 6. Его родители закончили МГУ. Отец после переезда в штаты стал преподавать в университете. Мать Сергея устроилась работать в НАСА. В 16-м Сергей поступил в Стэнфордский университет и там познакомился с Ларри Пэджем. Ларри и Сергей выделялись среди своих сверстников. Большинство студентов считали их странноватыми, не особо общительными парнями. А вскоре был готов их первый научный труд – BackRub – обратные ссылки. По мнению некоторых экспертов, в этой работе уже был заложен прообраз будущей идеи поисковой системы Google. Сергей – потомственный математик, и его родители, и дед – они все представители вот той самой советской математической школы. Поэтому неудивительно, почему Сергей, ну, собственно, и Ларри в университете считали немножко странноватыми. Безусловно, это люди в один ряд, с которыми можно поставить, ну, наших советских математиков, известных и сегодня, например, Георгия Перельмана. В то время ученые надеялись черпать из интернета информацию, но быстро в нем разочаровались. Первые поисковые системы не оправдали надежд, вы получали абсолютно бесполезный список сайтов. Тем временем Джерри Янг и Дэвид Филло, докторанты Стэнфорда, готовились к защите диссертации, взяли на вооружение необычный подход к поиску. Они привлекли редакторов, которые составили каталог веб-сайтов в алфавитном порядке. Своей компанией Янг и Филло дали название Yahoo. Их подход действительно упростил процесс поиска, но и он был несовершенен. Осенью 96-го, объединив усилия, Пейдж и Брин приступили к анализу веб-страниц. В течение года их алгоритм поиска совершенствовался и приобретал все больше поклонников. Но для полноценной работы была необходима большая база данных. Брин и Пейдж вкладывали собственные деньги в покупку жестких дисков. Первый центр данных Google находился в комнате общежития Ларри Пейджа. Кстати, про название Google. Изначально Пейдж предлагал Googleplex, так как это обозначает большое число, некое большое число, возведенное в десятую степень. Но потом Ларри, видимо, укоротил. Ну, в общем, решили назвать Google. Ну, история любопытная, как всегда, название рождается абсолютно случайно. И вот нынешняя версия, просто компания Google или как она проходит, ну, официальное название Google Incorporated, родилась благодаря господину Филу, как ни странно, вот, одному из руководителей компании Yahoo. Он с сомниманием отнесся к их разработке и просто выписал им быстро на ходу чек на 100 тысяч долларов и на имя компании Google Incorporated. Но компании юридически еще просто такой не существовало, поэтому со временем пришлось ее именно так и назвать и только тогда уже получить эти деньги. Получился Google Incorporated. На самом деле мы перебрали тысячи названий и остановились на слове Google, во многом из-за его забавного звучания. Но и его значение нам тоже подошло. Это 10, возведенное в сотую степень. Соответственно, этим мы и занимаемся. Находим то единственное, что придает смысл всей информации. В 97-м поисковая система стала доступной для всех студентов и преподавателей Стэнфорда. Имея возможности привлечь профессиональных дизайнеров, Брин оформил главную страницу Google сам. Разноцветные буквы, логотипы и белоснежный фон создавали ощущение чистоты, которой так не хватало в интернет-пространстве. Главная страница Google резко отличалась от сайтов, напичканных мигающими баннерами. Таких в интернете было подавляющее большинство. Поскольку на Google не рекламировались товары и услуги, пользователи чувствовали себя здесь довольно вольготно. Некий информационный шум, который каждый день люди через себя пропускали, он, естественно, сводил многих с ума практически. И простая страница Google, не обремененная ни какими-то визуальными сложностями, ни звуковыми, ни какими другими, она, в общем-то, была простая, востребована и всем понравилась. В чем же была уникальность поисковика Google? Хотя Yahoo и XSite сопутствовали успех, за плеском рекламы они потеряли из виду свою основную цель – помочь пользователю найти информацию в растущей плутине. При запросе поисковики выдавали кучу ненужного мусора, пользователи могли бить весь день, вводя в строку поиска разные словосочетания и так ничего не находя. Влезающие ссылки приводили на странички, которые пытались вам что-то продать или вовсе на порно-сайты. Система Google объективно оценивала значимость странички в интернете по количеству кликов. То есть, если большинство пользователей заходит на какую-то определенную страницу, значит они признали ее полезным ресурсом. И поисковик google.com выдавал именно такие сайты. По сути, они первыми догадались, что в принципе пользователь может сам оценивать полезность того или иного ресурса. Я думаю, что они вот с этой технологией просто выходили на рынок, а вот остальные компании к этому пришли достаточно поздно. Прошло несколько лет и практически все от Yahoo до, допустим, совершенно не присутствующих изначально на рынке компаний Microsoft начали гоняться за этими самыми технологиями, разрабатывать собственные поисковики, пытаться конкурировать с Google. Пока это практически никому не удается, хотя вот Microsoft, например, пытается сейчас раскручивать поисковую систему Bing. Ну и там есть сложные моменты, тем не менее, Google до сих пор остается безоговорочным лидером в смысле интернет-поиска. Ларри и Сергей вскоре решили продать свое изобретение поисковой системе AltaVista всего за миллион долларов. Но спустя несколько недель после встречи AltaVista отклоняют предложение о приобретении Google. Они посчитали, что их система поиска ничем особо не отличается, а главное, они не поняли, а как же быть с рекламой. Для AltaVista это была бы сделкой века, но они отказались от покупки компании. Вскоре под результатами поиска в Google появились фрагменты текста, где жирным шрифтом выделялись слова, указанные в строке запроса. Теперь пользователь мог видеть, какие результаты были наиболее интересны, не заходя на веб-сайт. В солнечном утром 98-го Ларри и Сергей сидели на террасе дома в Палу-Альто и ожидали приезда Ангела, так называли инвесторов из Силиконовой долины. После долгой беседы Бехтельшейм спросил, ребята, я все понял, но как вы собираетесь зарабатывать деньги? Мы пока не знаем, но что-нибудь придумаем, ответил Брин. Наступило молчание и уже через секунду Бехтельшейм выписал на имя компании Google чек на сумму 100 тысяч долларов. Этому примеру последовали Джон Дерр и Майкл Морец, главы двух венчурных компаний. 7 июня 1999 года Брин и Пейдж опубликовали пресс-релиз, в котором сообщалось, что фирмы согласились вложить 25 миллионов долларов в компанию Google. Все в Стэнфорде и Палу-Альто были шокированы, это же огромные деньги. Двое парней, которых одноклассники всегда считали слишком самоуверенными, каким-то образом урвали умопопрочительную сумму, не отдав взамен практически ничего. А самое главное, оставили за собой контроль и все полномочия. Надо сказать, что в то время не было проблем с привлечением денег для интернет-компаний. Ну, во-первых, почва уже была подготовлена, для компании Силиконовой долины заемные средства были доступны, тогда рынок облигаций уже был достаточно развитым, раскрученным. Ну, а что касается выпуска собственных акций, история с IPO Google – это история более позднего времени. Ну, вот в тот момент, когда еще не было краха доткомов, когда этот пузырь только надувался и надувался достаточно быстро, очень многие компании привлекали деньги по достаточно выгодным для себя условиям, а главные инвесторы не задумывались, что фактически никакой гарантии, вот как в случае с Google, нет, что компания будет дальше зарабатывать, потому что даже сами основатели компании Google вот не знали, а на чем же, собственно, они будут делать деньги. Тем не менее, деньги были. В конце августа 99-го Ларри и Сергей вместе с сотрудниками Google поехали на фестиваль свободного искусства под названием «Горящий человек». Перед отъездом они заменили второго букву логотипа Google фигуркой «Горящего человека». Таким образом, они решили уведомить пользователей, что ближайшую неделю они проведут на фестивале, и если вдруг поисковый сервер выйдет из строя, починить его будет некому. Позже это переросло в традицию Google – менять свой логотип во время различных праздников и событий. В данном случае Google тем, что они фактически узаконенно издеваются над логотипом, который в американской культуре считается священной коровой, которую трогать нельзя. Пишутся из-за этого брендбуки всякие, как его использовать и так далее. То есть это узаконенное издевательство, оно как раз показывает, что компания инновационна, она нестандартно смотрит на какие-то закостенелые, может быть, вещи. И мне кажется, наоборот, это вот такой кичники, который подчеркивает все те хорошие вещи, которые Google, собственно, пропагандирует.